Всем привет! Вы на канале Данила Кулеша. Написал мне подписчик в личку ВКонтакте с вопросом, как сделать титры, как у Давыдыча. Кстати, ссылку на данное видео я оставлю в описании. Там же сможете найти тайм-код, где это было показано. Поэтому давайте вас создадим данный титр. Поехали! Кстати, если у вас есть вопросы, пишите мне их либо в личку ВКонтакте, либо в комментариях. Итак, для этого нам понадобится программка Motion. Я сначала думал сделать просто обычный титр, но потом подумал, что есть возможность сделать кастомный титр, который вы потом сможете редактировать в Final Cut. И, кстати, ссылку на него я оставлю в описании, но все же настоятельно рекомендую вам попробовать воссоздать это. Итак, выбираем Final Cut Title, Frame Rate выставляем 30 и нажимаем на клавишу Open. После чего открывается уже готовый проект. Сразу здесь мы нажимаем на Fit. После чего удаляем текст. Группу под названием Background мы сразу переименовываем в BG. Я думаю, что если вы смотрите давно мои уроки, уже знаете, что я люблю все организовать. Итак, после чего мы с вами создаем новую группу, которую пока что никак не называем. Позже мы ее немножко переименуем. Нам необходимо создать прямоугольник. Для этого берем вот этот инструмент и рисуем наш прямоугольник, который мы хотим видеть. Выбираем инструмент Transform. Давайте его разместим здесь, чтобы нас Title Background не отвлекал. Кстати, можем BG отключить и работать просто на черном фоне, потом его назад включить перед выводом. Нам нужно сделать, чтобы было видно только обводку. Для этого мы переходим в Inspector. Здесь вырубаем вкладочку Fill и включаем Outline. С помощью второго ползунка вы можете настраивать толщину. И также, если зайти в вкладку Geometry, здесь можно настраивать закругленные края. Нам это не нужно. Что мы делаем дальше? Теперь нам необходимо, чтобы данный прямоугольник рисовался. Кстати, давайте скопируем название Rectangle. И именно так мы с вами назовем нашу группу. Делаем для того, чтобы не было ошибок орфографических. Итак, выбираем Rectangle на нашем с вами таймлайне. Выбираем здесь вот такую вот шестереночку. Выбираем Shape и нажимаем Write On. У нас появляется вот такая вот фиолетовая штучка. Мы ее сразу же уменьшаем приблизительно на 20 кадров. Я думаю, нам этого хватит. И тем самым мы получаем вот такой вот эффект. Естественно, чем вы делаете Write On меньше, тем быстрее данный эффект будет рисоваться. В нашем случае нам ничего здесь менять не нужно. Но если вы, например, хотите, чтобы линия начиналась рисовать не слева верхнего угла, вы можете это сделать, например, с середины. Для этого двигаем ползунок Stroke Offset. Он, собственно, меняет это все дело, например, на середину. И теперь анимация у нас будет начинаться с середины. Нам это не нужно. Теперь также данный Write On, он не поддерживает... То есть если мы еще один такой же сделаем на том же ректенгале, то он выдаст нам ошибку. Для того, чтобы все работало нормально, мы просто где-то вот здесь вот обрезаем наш с вами наш ректенгл. Идем на кадр назад на всякий случай. И после чего с выделенным ректенглом на клавиатуре нажимаем Command C, Command V. После чего у нас создается такой же ректенгл. Давайте его подвинем. Write On двигаем в самый конец. И ректенгл сам увеличиваем до продолжительности в 300 кадров. Write On идет у нас в самый конец. После чего в Shape Outline мы выставляем Erase. А в Direction выставляем Reverse. Тем самым мы получаем следующую штуку. Вот так вот он нарисовался. Прошло время. Здесь они поменялись. Никто не заметил даже это. Ну и в конце у нас он просто-напросто удалился. Все довольно-таки просто. Теперь вкладку Rectangle мы закрываем. Переходим к следующему пункту. Это у нас с вами Text. Для этого мы создадим две группы. Сейчас я уже экспериментировал. Попробую сейчас вам рассказать все это подробнее. Значит первую группу мы называем Text1. И вторую группу мы сразу же создадим. И назовем ее Text2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у нас произошло не совсем нам нужное. Если что вот тут вот меняется на прозрачный фон, либо на color. Далее мы опять же создаем группу. У нас это все немножко поменялось. И здесь нажимаем Text2. Теперь в группе Text1 создаем текст. Выбираем инструмент Text. И здесь пишем. Прям так давайте напишем Text1. Сделаем ему размер немножко больше. Я думаю что 130 нам хватит. Выбираем инструмент перемещения. И текст ставим вот сюда. Далее мы переходим в Text2. Опять вырубаем. Берем инструмент создания текста. И пишем Text2. Смотрим сколько у нас был размер. Размер у Text1 было 130. Наверное давайте сделаем все-таки 120. 120. Потому что 130 это много. И здесь тоже поменяем на 120. Так. Ставим это все приблизительно по центру. Опять же я все делаю на глаз. И теперь что нам нужно сделать. Это пока что можно закрыть вкладку Text1 и Text2. Мы идем там где у нас View. В правом верхнем углу. И вырубаем линейки. Теперь выделяем наш Rectangle. И двигаем линейку. И приблизительно выставляем ее там где у нас вот эти вот голубенькие точечки. Теперь что мы делаем дальше. Нам нужно сделать так. Чтобы наш Text1 выехал снизу вверх. А Text2 сверху вниз. При этом Text1 не был виден снизу. А Text2 не был виден сверху. Звучит стрёмно. Сейчас расскажу в чем прикол. Анимация у нас будет длиться 30 кадров. Поэтому сразу же здесь мы пишем 30. Выбираем наш с вами слой Text2. Открываем. И именно в тексте мы заходим в Properties. И на Position ставим ключ. То же самое мы делаем с Text1. Выбираем Text. И на Position ставим ключ. Теперь идем на 20 кадр. Там где у нас будет начинаться наша анимация. Text1 мы опускаем на место текста 2. А Text2 мы с вами поднимаем на место текста 1. Тем самым получаем вот такую анимацию. Теперь это нужно красиво анимировать с помощью масок. И давайте вместе с вами экспериментировать. Правой клавишей клацаем на Text2. И нажимаем Add Image Mask. То же самое повторяем с Text1. Опять же нажимаем Add Image Mask. Далее закрываем эту вкладочку с текстом. И теперь самое интересное. Text2 выделяем на Time Line. Он не должен быть виден сверху. Выбираем инструмент для рисования масок. И пытаемся нарисовать маску. Сразу же ее давайте поравняем по вот этой линии. Которую мы нарисовали для того, чтобы это все было красиво. Теперь мы переходим вниз. Там где Image Mask. Мы с вами вот здесь у нас такой есть квадратик. И мы вот этот безьер тянем вот сюда. Тем самым, наверное, у нас должно получиться то, что я хотел. Оп. И что мы видим? Мы видим, что безьер нам нужно подвинуть в самое начало. То есть мы видели, как у нас текст 1. Точнее, текст 2 у нас мы видим. Он. Маску инвертировать. Для этого мы переходим с вами в настройки Image Mask. И нажимаем Invert Mask. Тем самым, у нас получается отличный эффект, где текст 2 у нас получается красиво выезжает. Это все было для текст 2. Теперь то же самое. Повторяем для текст 1. Текст 2. Закрываем вкладку. Теперь мы берем текст 1. Создаем опять же маску. Сейчас мы поравняем сразу. Ой, лишняя точечка была. Вот таким вот образом. Равняем. Теперь мы открываем Image Mask. Выбираем на текст 1. И безьер перетягиваем сюда. И проверяем сразу же, что у нас получается. Они просто местами поменялись. Опять же Image Mask. Invert Mask. И смотрим. Оп. Получилось. Мне кажется, прикольно. То есть мы воссоздали полностью все, что было у Давыдыча. Подключаем бэкграунд. Выглядит немножко колхозненько. Но давайте все это запихнем в одну группу. Для того, чтобы нам было удобнее это перемещать. Мы нажимаем New Group. Копируем все наши группы. И кидаем в All Text. И эту группу можем закрыть на тайм-линии тоже. Как мы видим. Давайте переместимся на серединку. Выбираем инструмент Select. И мы видим, что мы лишнюю группу закинули. Естественно, вы мне не подсказали. Потому что такой возможности у вас нет. Эту бэкграунд нам нужно оставить. Потому что он у нас бэкграунд. Да. Выбираем All Text. Берем Select. И двигаем на середину фрейма нашего. Для этого просто убираем вот эту линию. И Motion, по идее, нам должен все это дело красивенько выровнять. Ну, вот где-то здесь у нас центр. Смотрим. Оп. Оп. Все получилось прикольно. Все как у Давыдача. И теперь проверяем анимацию хода. Единственное, что мы не сделали. Это как у нас наш текст будет пропадать. Там происходит все по той же схеме. Я рассказывать опять же не буду. Просто сейчас это сделаю. И вы это посмотрите в ускоренном варианте. Итак, анимация у нас с вами готова. Текст уезжает. Единственное, что я немножко провтыкался. И сделал анимацию не 10 кадров, а 20. Поэтому просто перемещаемся на 290 кадр. И вот эти ползуночки двигаем. Как на текст 1. И также открываем вкладочку текст 2. И здесь эти ключи я тоже двигаю вот сюда. Тем самым текст у нас будет уезжать немножко быстрее. Получилось прикольно. Опять же, теперь нам нужно поставить маркеры. Как я делал это в прошлом видео. Для того, чтобы у нас все красиво потом менялось по скорости. Анимация у нас по сути начинается в самом начале. Но нам нужно поставить точку там, где у нас анимация заканчивается. Вот это у нас 30 кадр. Правой клавишей. Add marker. Он у нас появился там, где нужно. Edit marker. И здесь выбираем Build in optional. Нажимаем ОК. Теперь то же самое нам нужно сделать, где у нас начинается конец анимации. Это у нас получается 280 кадр. Правильно? Правильно. 280 кадр. И здесь опять же правая клавиша. Add marker. Стал ровненько. Edit marker. Build out optional. Нажимаем ОК. И все у нас собственно готово. Нарисовалось. Текст выехал. Проходит некоторое время. Давайте перемотаем, чтобы не так скучно было. И маска уехала. Текст сложился. Все просто. Опять же ссылку на данный титр я оставлю в описании. Вывести его довольно таки просто. Нажимаем File Save As. Далее создаем новую. Точнее называем его. Давайте напишем. Назову я его так. Категория у меня. Категория Titles. Тему можно не добавлять. На всякий случай ставим две галочки. Нажимаем Publish. И опять же ссылку на него я оставлю в описании. Сможете им воспользоваться. Но для того, чтобы повысить свой уровень, так сказать, квалификации. Обязательно рекомендую вам самому попробовать это воссоздать. На этом все. Свои вопросы задавайте в личку ВКонтакте и в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok